Глава 3 Президенты Гаррисон, Тейлор и Бюкенен Уильям Генри Гаррисон был избран президентом Соединенных Штатов в 1841 году. В свои 67 лет он был в отличной физической форме. Все, кто был с ним знаком, не сомневались, что в течение четырех лет его пребывания на посту президента проблем со здоровьем у него не будет. Однако спустя всего 35 дней после принятия президентской присяги 4 апреля 1841 года президент Гаррисон скончался. Большинство, если не все энциклопедии пишут, что он умер от пневмонии после своей инаугурационной речи, произнесенной в жестокий холод в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако это не правда, он скончался не от пневмонии. Когда Гаррисон вступил на должность в стране царила очень напряженная атмосфера. Между севером и югом назревала война, связанная с проблемой рабства. Борьба шла не за то, будет ли в Присоединенном Техасе рабство или нет. Прошло всего 6 лет с попытки покушения на жизнь президента Джексона. Гаррисон встал на пост президента всего за 20 лет до начала гражданской войны. В Америке сильно ощущалось влияние иезуитов. Как мы уже увидели, Конгрессы, проведенные в Вене, Вероне, Кере, приняли решение уничтожать народную форму правления в любых местах ее появления. Главной целью были Соединенные Штаты и неспровержение всех протестантских принципов. Это дело было поручено презренным иезуитам. Эндрю Джексон столкнулся со стремительным натиском иезуитов посредством политических минных полей Джона Келхуна и финансового колдовства Николаса Бидла. Уильям Генри Гаррисон тоже отказался подчиниться планам иезуитов об Америке. В своей инаугурационной речи он высказал эти замечания. Он сказал, «Мы не признаем правительство, которое получило свои полномочия Божьим помазанием и по этой причине не несет ответственности перед парламентом. Мы верим, что когда дело касается власти, милосердный Творец не делает различия между людьми и что все они равны между собой, и что единственное законное право на власть дается посредством ясно выраженного согласия граждан государства.» Речь президента Гаррисона вызвала смертельную ненависть иезуитов. Этими недвусмысленными словами он ясно очертил свою позицию, бросил вызов праву Божьего помазания врагов нашего народного правительства. Когда Берг Маккарти говорит об этом, она подразумевает Рим. И даже более, те к кому были обращены эти слова, подписали ему смертный приговор. Всего лишь через месяц и пять дней труп президента Гаррисона лежал в Белом доме. Он умер от отравления мышьяком, совершенного агентами Рима. Клятва иезуитов была без промедления исполнена. Цитата. «Кроме того, обещаю и заявляю, что при первой возможности буду вести беспощадную войну тайно или открыто против веритиков, протестантов и либералов, как мне было приказано, чтобы искоренить и стереть их с лица всей земли. Если это будет невозможно делать открыто, я буду незаметно добавлять в их чаши яд, невзирая на почтенность, положение, звание или авторитет человека или людей, и обстоятельства их жизни. Я буду действовать всегда таким образом, как и когда мне будет приказано каким-либо агентом Папы или главой братства святой веры общества Иисуса» . На протяжении почти тысячи лет Папы Римско-католической церкви считали себя Божьими помазанниками, получившими власть непосредственно из рук Божьих, и что все люди должны склоняться перед их авторитетом и властью. Если какой-либо правитель не вручал себя и свою страну в руки Папы, тогда он лишался права управлять страной. Заявив, что мы не признаем правительство, которое получило свои полномочия Божьим помазанием, Гаррис Сан тем самым сказал, что он и Соединенные Штаты никоим образом не подчинятся папскому контролю. Для Папы и его отвратительных иезуитов это было пощечиной, которая призвала их к незамедлительным ответным действиям. Гаррис Сан не был единственным, кто отверг авторитет Рима, поскольку он просто указал на то, на что до него было заявлено в Декларации о независимости и в Конституции. Наша республика полностью отказалась покориться господству Пап и иезуитов. Когда народ, церковь или человек отказывается покориться авторитету Папы, им приходит конец, и если не вмешается Бог, то те, кто сопротивляется папству, подвергаются уничтожению. Эта концепция абсолютно чужда мышлению людей, живущих под управлением свободного конституционного правительства. Неотъемлемые права поклоняться Богу в соответствии с велением своей совести и подчиняться правительству, не возглавляемому королем, сегодня в Америке воспринимаются как само собой разумеющиеся истины. Мы не осознаем, что заявление Гаррисона стало кинжалом, вонзенным в сердце папского существования. Другим правителем, отказавшимся жить под контролем папства, была королева Англия Завета. Она была одной из восьми дочерей Генриха VIII и правила Англия с 1558 года по 1603 год. Она взошла на трон после смерти своей сводной сестры, Кровавой Мэри, которая правила Англией с 1553 по 1558 годы. Мэри исповедовала католичество, тогда как Елизавета была протестанткой. «После своего восшествия Елизавета написала сэру Ричарду Крейну, английскому послу в Риме, чтобы известить народ о своем восшествии, но в ответ его святейшество заявило, что Англия была вотчиной или служанкой или рабыней святейшего престола, что Елизавета не имела право надевать корону без его разрешения и что она была незаконорожденной, а потому не могла править Англией. Его святейшество предложило ей выбрать самый безопасный путь, заключавшийся в ее отказе от всех прав на престол и полностью покориться его воле, чтобы он мог поступить с ней как можно милосерднее. Но если она откажется от его совета, он не пощадит ее. Она отклонила его совет и тем самым заслужила ненависть папы Пия и его преемников.» Королева Елизавета мудро отвергла предлагаемое папством право помазанника Божьего для управления страной и контроля над английским троном и по этой причине пережила по меньшей мере пять покушений на свою жизнь. Все эти попытки не увенчались успехом, потому что у нее была превосходно подготовленная охрана, которая и спасла королеве жизнь. Когда папство осознало, что все попытки убить Елизавету провалились, оно обратилось к одному из своих католических сынов Филиппу II в Испании. В 1580 году папство организовало вторжение Испании в Англию. В последствии оказалось, что именно папа Сикс X пообещал Филиппу из Испании выделить миллион скудо для оснащения его непобедимой армады, посланной для свержения Елизаветы с английского трона. Единственным условием получения этого дара было назначение папы на пост суверена Англии и превращение этого королевства в отчину церкви. Знаменитая испанская армада была послана для сокрушения Англии, потому что Елизавета не желала отдавать свой трон и свое королевство папе. На протяжении тридцати лет иезуиты пытались убить Елизавету, но все было напрасно. В конце концов, они вступили в заговор с Филиппом II из Испании с целью ее ниспровержения при помощи армады. «Мы обвиняем пап, сменяющих друг друга в соответствии с правом преемственности, в том, что на протяжении всей взрослой жизни Елизаветы они были основной движущей силой, умышленно направленной как на уничтожение ее, так и на уничтожение ее королевства и вынуждающей Англию вернуться под власть их порочной, порабощающей системы, называемой Римко-католической церковью. Папа был не только первопричиной бунтарских интриг в Англии, но и источником непрекращающихся предательств. Папа настаивал на осуществлении абсолютной власти и суверенитета над всеми царями и князьями и осмеливался брать на себя прерогативу Всевышнего, размахивая мечом духовного и светского правосудия». Аналогичным образом, когда Ильям Генри Гаррисон принял присягу президента Соединенных Штатов, иезуиты увидели в нем человека, открыто выступившего против них и их планов. К несчастью, президент Гаррисон был отравлен всего через 35 дней после вступления в свои полномочия. «Генерал Гаррисон умер не от естественной болезни. Он не испытывал нехватки здоровья или сил. Его смерть была внезапной и окончательной. Он умер не от инсульта, который является заболеванием, а от отравления мышьяком, который производит незамедлительное действие и обрекает человека на смерть с момента его употребления. Он является основным медикаментозным оружием убийцы. «Щавелевая кислота или соли стрихнина приводят к почти мгновенной смерти и практически не оставляют шанса убийце незаметно исчезнуть. Поэтому в его случае было совершенно не острое травление, после которого смерть наступает почти мгновенно, а хроническое, при котором пациент умирает медленно. Он жил примерно 6 дней после принятия яда». Сенатор Соединенных Штатов Томас Бентом придерживается такого же мнения. «Произошедшее не было связано с проблемами со здоровьем, и ничто не указывало на то, что на протяжении его пребывания на посту президента у него уменьшится бодрость и энергичность, проявленные им в начале. Его недомогание носило внезапный характер и с самого начала имело признаки несовместимости с жизнью». Уильям Генри Гаррисон был первым президентом, ставшим жертвой иезуитов, нацеленных на захват власти в Соединенных Штатах, неспровержение Конституции и установление верховенства папской власти в Америке. Если какой-либо президент США или глава другого государства отказывался выполнять приказы иезуитов, все они тоже становились мишенью для нападения. Закари Тейлор отказался поддерживать план разрушения Америки и стал следующей жертвой. Тейлор был известен своими великими военными заслугами. Друзья называли его старым «сорвиголовой». Он вошел в Белый дом в 1848 году и спустя 16 месяцев умер. «Они использовали вторжение на Кубу в качестве испытания для президента Тейлора и были готовы привести в действие свои гнусные интриги на начальном этапе его служения на посту президента». Однако с самого начала Тейлору удалось погасить все их надежды на их осуществление. Здесь дается описание того, что бы произошло, если бы Закари Тейлор вторгся на Кубу. Если бы он это сделал, католическая Австрия, католическая Испания, католическая Франция и Англия напали бы на Америку. И какой шанс победить был бы у молодой на тот момент времени республики против объединившей силы католической Европы? Папство хорошо это понимало и по этой причине всеми силами подталкивало Тейлора ко вторжению на Кубу. Тейлор совершил еще одно преступление против Рима. Он ревностно выступал за сохранение союза. Иезуиты делали все возможное, чтобы расколоть Америку пополам, а президент прилагал все усилия для сохранения ее целостности. Иезуитский агент Джон Келхун посетил Департамент Штатов и попросил президента не высказываться о союзе в его предстоящем обращении. Но Келхун не оказал большого влияния на Тейлора, потому что после его визита Тейлор добавил к своей речи этот примечательный отрывок. Цитата. «В сердце каждого американца должна взращиваться преданность союзу штатов, ибо в течение более 50 лет, во время которых царство и империи встретили свой закат, этот союз остался непоколебимым. Я считаю, что распад союза станет величайшим из бед, и каждый американец должен не прекращать своих усилий по его сохранению. От этого зависит наше собственное счастье и счастье будущих поколений. Какие бы опасности не угрожали ему, я буду стоять рядом и поддерживать его неприкосновенность посредством посвященного исполнения наложенных на меня обязательств и властью которой Конституция наделила меня.» Опасаясь, что после короткого срока правления могут возникнуть подозрения по поводу скорой кончины президента, как было в случае с президентом Гаррисоном, заговорщики позволили ему оставаться на посту на протяжении года и четырех месяцев, а 4 июля во время празднования в Вашингтоне, куда он был приглашен, ему подсыпали Мышьяк. Утром он прибыл на место совершенно здоровым, а днем около пяти часов заболел и через несколько дней умер. Его болезнь протекала такое же количество дней и с точно такими же симптомами, как и у президента Гаррисона. Конец цитаты. Еще одна цитата. «У иезуитов теперь было достаточно оснований считать его врагом. А глядя на его жизнь, они поняли, что он никогда не сдастся. Те, кто выступал в поддержку рабства, уже давно поклялись, что президентское кресло никогда не займет человек, который будет противостоять их замыслам. Поэтому было решено лишить Тейлора жизни. Иезуиты поняли это и решили поступить так же, как они поступили с генералом Гаррисоном. Они лишь дождались подходящего часа, чтобы осуществить свои ужасные намерения. Приближалось 4 июля, день независимости, и было принято решение воспользоваться этим моментом, чтобы подсыпать смертельное вещество». Шесть лет спустя Джеймс Бьюкенен, демократ из Пенсильвании, был избран президентом Америки. Бьюкенен встречал южан с распростертыми объятиями, и создавалось впечатление, что он разделяет их взгляды. «Новый президент оказался решительным оппортунистом. Хотя он был выходцем из Северных Штатов, он ревностно искал популярности у руководителей Южных Штатов и давал им понять, что был с ними душой и телом. Одним словом, он вел двойную игру. Этот господин всегда был в курсе всех событий и слышал грохот колес аболиционистов. Он хладнокровно сообщил им, что он был президентом и Севера, и Юга. Эта перемена в отношении была отмечена по решительной занятой им позиции против Джефферсона Дэвиса и его партии, и когда он обнародовал свое намерение разрешить вопрос рабства в свободных штатах в пользу людей, проживающих в них». Джеймсу Бьюкенену не пришлось долго ждать, чтобы понять, что иезуиты сделают с ним за его предательство. «В день рождения Вашингтона позиция Бьюкенена стала известной, и на следующий день его отравили. Заговор был глубоко и тщательно спланирован. Мистер Бьюкенен, как и было принято у людей его положение, зарезервировал для себя и своих друзей стол в зале отеля «Националь». Президент был хорошо известен как заядлый любитель чая. На самом деле северяне редко пьют что-либо по вечерам. Южане же предпочитают кофе. Чтобы быть уверенными в том, что Бьюкенен и приглашенные им северяне примут яд, они впрыснули мышьяк в чашки с чаем и в кусковой сахар, и поставили их на стол, за которым он должен был сидеть. Сахарная пудра, насыпанная в чаши и предназначенная для кофе не была отравлена, и поэтому ни один из южан не пострадал. В тот вечер за столом сидели 50 или 60 человек, и насколько нам известно, 38 из них умерли от яда. Президент Бьюкенен тоже был отравлен, но врачам с большим трудом удалось сохранить ему жизнь. Они лечили его в соответствии с указаниями, которые он им давал, основываясь на своих личных ощущениях, поскольку он отлично понимал что с ним происходит и мог объяснить свое состояние врачам. С тех пор как произошла эта эпидемия, столы отеля Националь почти опустили. Пострадали ли в результате этого случая владельцы отеля или его служащие или слуги? Если нет, то чем отличалось их питание и условия проживания тех, которые были предоставлены гостям? Эта трагедия заслуживает более пристального внимания, чем может показаться на первый взгляд, и к ней нужно отнестись с максимальной серьезностью. Джеймс Бьюкенен был отравлен и чуть не умер. Он остался в живых только потому что знал, что он был отравлен мышьяком и сообщил об этом врачам. Он знал, что иезуиты отравили Гаррисона и Тейлора. Иезуиты снова исполнили свою клятву травить, убивать и идти на все, что потребуется, чтобы убрать со своего пути тех, кто будет мешать их планам. Мы увидели, что с 1841-го по 1857-е годы они совершили покушение на трех президентов в соответствии с планами, намеченными на конгрессах в Вене, Вероне и в Киере. Двое из жертв скончались, один, чудом, остался в живых. Иезуиты не позволят, чтобы что-то стояло на пути их полного господства над Америкой и свержения ее конституции. Глядя на Америку, священники Рима заявили, цитата, «Мы тоже решительно настроены на захват Соединенных Штатов, однако осознаем, что должны осуществлять свои планы в совершенной секретности, спокойно и терпеливо. Мы должны собирать наших католиков в больших городах Соединенных Штатов, не забывая о том, что избирательный голос одного бедного странника, хотя и одетого в лохмотья, имеет на чаше весов власти такой же вес, как и голос миллионера Астора, и что если у нас будут два голоса против одного, он станет таким же безвластным, как и моллюск. Так давайте умножать наши голоса. Давайте призывать наших бедных, но верных ирландских католиков со всех уголков мира переехать в самое сердце Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Буффало, Олбани, Трои, Цинциннати. По тенью этих городов американцы чувствуют себя великим, непобедимым народом. Они смотрят на бедных ирландских католиков с чувством превосходства и считают их пригодными лишь для того, чтобы рыть свои каналы, подметать улицы и работать на своих кухнях. Да, не разбудит сегодня никто этих спящих львов. И давайте просить Бога, чтобы они не просыпались еще несколько лет и пробудились только для того, чтобы увидеть, что мы набрали преобладающее количество избирательных голосов и навеки лишили их всех высоких постов власти и доходов. О чем тогда будут думать так называемые гиганты, когда сенаторы и члены Конгресса будут избираться только после того как он покорит свою волю своему Отцу Святому Папе. Мы не только изберем своего президента, но и заполним армию ВМС и будем отдавать им приказы. В наших руках окажутся ключи от народной сокровищницы. И тогда, да, тогда мы будем властвовать над Соединенными Штатами и положим их к ногам наместника Иисуса Христа, чтобы он мог положить конец их безбожной системе образования и нечестивым законам свободы совести, которые оскорбляют Бога и человека. Когда они говорят о наместнике Иисуса Христа, они имеют ввиду Папу Римского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok